друзья всем большой привет привет из украины западной ее части ни для кого не секрет то что сегодня происходит в украине я конечно же много думал чтобы я сказал бы а почему вообще в целом записывается то видит да просто все пишут мне и все задаются вопросом что ты скажешь что ты чувствуешь а как это а что это украин в украине сейчас идет война и в общем завтра будет принципе да завтра будет уже семь дней сегодня шестой день война это идет не на жизнь а на смерть в общем-то и это действительно война это никакая не операция никакой не принуждение так принуждать ну извините вот много смерти много крови много невероятных разрушений много страха много боли это все сейчас в украине все в украине невероятный ужас творится здесь западной части украины попроще но все сидят в большой тревоге потому что у нас все время срабатывает воздушная тревога и она тоже не напрасно срабатывает потому что рядом с кременцем непосредственно взрывались бомбы в проводах взрывалась в луцке взрывалась ровенщина везде где-то что-то взрывалась вот и постоянно работает воздушная тревога огромное количество людей в общем-то они все время там в подвал еще куда-то я не говорю про то что происходит сегодня в киеве ферсоне в харькове и во всем том регионе чернигове с узкая область киевская область там просто тот как бы спаситель является ангелом смерти он вторгся и убивает и разрушает иногда знаете то есть вот эмоции настолько переполняет даже на раз но просто ты не знаешь как и сказать потому что в голове столько всего что приходится и на раз даже подавлять что-то внутри себя чтобы не сказать вот смотрите я в западной украине моя семья я надел сегодня священническую одежду я ее не так часто одеваю чтобы не привлекать сильно внимание к своей персоне стараюсь быть просто просто человеком сегодня идет специально чтобы когда я священник я в тернопольской области человек который проповедует по-русски говорит по-русски нет никаких проблем не с русским не с узкими здесь на территории украины действительно много русских но они не просили чтобы их спасали то вот удивительная вещь какие-то бывают да я вспоминаю сейчас на минуточку то что происходило вот здесь на этой самой площади которая на экране было много разных у всех чувства и эмоций и переживаний вот где-то на территории украины поднимались каким-то образом российские флаги сегодня даже там где они когда-то поднимались теми кем поднимались совсем другая история когда я смотрю что происходит в мелитополе в мариуполе но извините что я чувствую у меня очень разные чувства от поле может быть да не знаю как и в каких параметрах это все курсирует потому что когда ты священник тебе нужно как-то ну держать себя под контролем а вот ну знаете например я недавно звоню в харьков не могу дозвониться до своего друга начинаю искать везде пытаться узнавать как что друг тоже служитель вот слава богу нашелся живой но когда я его не мог вызвать еще как-то я не понимал знать сколько у меня друзей есть в мариуполе они под бомбами сейчас их как бы спасают а мне кажется уничтожают поэтому все очень тяжело и больно друзья война но хочется такое слово сказать не скажу потому что священник вот за здесь выражение пуля дура она не выбирает вот кто ты там таджик узбек казах украинец русский белорус американец англичанин не выбирает осколки летящие от смерчей от градов от искандеров которые приземляются сейчас на украину они тоже не выбирают они просто убивают и разрушают друзья поэтому я сейчас это говорю не для того чтобы нагнетать я знаю что у вас достаточно милости и благодати я это говорю тем кто считал что нужно украину спасать вот сейчас ее нужно спасать но в общем от того что происходит а до этого еще шесть дней назад знаете мы строим дом молитвы там с ребятами на стройке встречаемся обсуждаем это все как будет ребята говорят вот это будет у нас такая честь наши имена войдут в историю мы строим дом молитвы в котором будет новая радость и будут строиться семьи и благословляться дети и прославляться бог и мы таки планируем говорим это был вторник и в среду я просыпаюсь от того что телефон разламывается война началась и наших парней уже забрали для того чтобы защищать родину защищать семьи кого-то забрали призвали просто но никто не сопротивляется потому что таков народ украинский знаете я могу сказать очень уникальная вещь которую те кто планировал эту войну они не поняли и не поймут никогда потому что здесь нужно пожить и понять этот прекраснейший народ уникальный украинцы могут между собой ругаться ссориться иногда если пришла беда это невероятно то что я наблюдаю когда мы вчера повезли продукты деньги чтобы подсобить кому-то помочь я просто еще раз и еще раз удивляюсь удивлялся хотя и так знает удивлялся насколько невероятный украинский народ так вот сейчас в кременец приехал уже огромное количество беженцев вынуждены покинуть свои дома вынуждены покинуть все чтобы стал остаться живыми и они сейчас и они сейчас все здесь и едут и продолжать о каких нацистах или еще о ком либо идет речь когда эти люди которые живут здесь принимают сейчас массово всех помогают кормят одевают сопереживают и сочувствуют об этом стоит подумать и я призываю как призываю обращаюсь ко всем кто по ту сторону войны подумайте не с помощью телека который вы сейчас смотрите не с помощью телека телек вам не скажет и не покажет весь тот ужас который сейчас происходит в украине и никогда не скажет и не покажет каков украинский народ дружный щедрый гостеприимный и открытый и не надо сейчас плевать в его душу и и и